В Чувашском драматическом театре яблоку негде упасть, но все эти люди собрались не на премьеру спектакля. Вся пишущая братья Чуваши отметила профессиональный праздник – День российской и чувашской печати. Журналистов, телевизионщиков, полиграфистов и работников печатного дела поздравил глава Чуваши и другие представители власти. По традиции сотрудники и работники всех СМИ республики собрались в Чувашском академическом театре, чтобы обменяться новостями, порадоваться за коллег и пожелать друг другу интересных тем, свежих новостей и успеха еще на год. В Чувашии зарегистрировано 175 средств массовой информации. Многие редакции разместились в фойе Чувашского драмтеатра. Импровизированная телестудия нашего канала в том числе. Глава республики уделил внимание практически всем присутствующим. Я поздравляю всех работников с сегодняшним профессиональным праздником. Мы сегодня празднуем два праздника. День российской печати, день чувашской печати. Это практически большой праздник, ибо от работы специалистов этой отрасли зависит освещение работы органов власти, освещение всех событий. Я надеюсь, что в течение 2014 года, в год культуры, у нас больше будет позитива, больше хороших таких событий, для того, чтобы социальное самочувствие населения еще улучшалось. Все рассказывали о своих достижениях. Два журналиста ГТРК «Чувашия» стали участниками эстафеты Олимпийского огня. Газета «Хабар» входит в золотой фонд культуры Чувашии. Ежегодно увеличивается количество выпущенных чувашским издательством книг, а само издательство входит в пятерку лучших издательств страны. Ни одно важное событие, конечно, не обходится без участия средств массовой информации. Журналисты – это люди, которые всегда на передовой. Мы пригласили сюда лучших из лучших. Лучшие в своем деле получили награды. Среди них и наши сотрудники. Заместитель директора НТРК Юлия Стройкова удостоилась звания «Заслуженный работник культуры Чувашской республики». За значительный вклад в развитие журналистики благодарность главы Чувашской республики вручили Елене Гальпериной, начальнику отдела редакции информационных программ НТРК. Благодарность председателя Совета Федерации Федерального собрания России объявили коллективу НТРК. Команда Таванрадио на празднике получила диплом в номинации «Открытие года».